Приветствую! Поскольку я работаю преподавателем, то меня, конечно же, безусловно, интересует то, что происходит в образовании в Украине. И в том числе смотрю за теми петициями, которые касаются вопросов образования. И вот сегодня хочу вам показать две петиции. Одна напрямую касается вопросов образования, а другая косвенно. Но между ними прослеживается четкая взаимосвязь. Почему меня это беспокоит? Почему я хочу с вами этим поделиться? Дело в том, что в принципе образование, школа, это то место, где формируется человек. И те ценности, которые мы закладываем в школе, определяют в дальнейшем, как человек будет смотреть на мир. И как у него в принципе будет складываться жизнь. Именно поэтому очень важно отслеживать и влиять родителям на то, что происходит в школе, на то, что делают с вашими детьми. Итак, давайте посмотрим эти петиции. Итак, первая петиция, которая набрала уже необходимое количество голосов и уже даже есть ответ президента на нее. Это петиция про впроваджение обовязкового статевого выхования в систему освиты Украины. В принципе, абсолютно нормальная мысль. Здесь вот они обосновывают, зачем нужно половое воспитание, сексуальное воспитание в стране. Потому что таким образом мы снизим, безусловно, количество нежелательных беременностей, количество ЗПП в стране. Ну и вообще люди хотя бы будут узнавать о том, как что правильно делать в школе от компетентных людей, скажем так. Только прошу вас, давайте без комментариев по поводу того, насколько компетентна в этом вопросе та учительница, которая будет преподавать эту дисциплину. Вот, все-таки идея хорошая. Сексуальное воспитание, либо половое воспитание, по-разному называют его, оно, наверное, должно быть в школе все-таки, да, потому что дети должны узнавать о том, откуда они взялись. Все-таки не из интернета, да, они должны знать, что они не из капусты явились и прочее. Их нужно к этому готовить. Нужно рассказывать, что, как, откуда берутся дети и что такое ЗПП, да, как предохраняться, что такое ВИЧ и прочие вопросы. Безусловно, хорошая идея. Ну вот возникает вопрос. Учитывая, что мы такое свободное общество, да, то есть определенные вопросы, которые неоднозначные, да. И, например, вопросы сексуальных отношений между мужчинами, между женщинами. И я разделяю эти два момента, да, мужчины отдельно, женщины отдельно. Вопрос того, как это будет подаваться. Безусловно, неоднозначный, спорный вопрос. Ну, у нас есть еще и всякие другие вопросы, да, что мы начнем там ребенку с детства, возможно, говорить о том, что... А давайте, ребятки, сегодня задумаемся. А кто вы? Мальчик или женщина? Или девочка? А девочка, ты тоже подумай. Ты девочка или мальчик? Можно же и так вопросы ставить. И тут бедные дети, я уже представляю, как они там сидят и думают. Они всю жизнь прожили бы с счастливым мальчиком, либо счастливой девочкой. Но им тут дали мысль, о которой бы они никогда не задумались. Конечно, это вопрос программы. И это вопрос того, как общество воспримет эту программу. И вот здесь я говорю, что родители должны очень серьезно подходить к этому вопросу. Потому что, наверное, от родителей будет, от реакции родителей будет зависеть то, что в конечном итоге включат в такую программу. А вот эти вопросы, безусловно, будут включаться. Почему так? Потому что сейчас мы посмотрим еще одну петицию, которая, безусловно, связана с предыдущей. Эта петиция также набрала уже 25 тысяч голосов. И эта петиция о том, чтобы поддержать законопроект 9103 про институт регистрированных партнерств. Это тот институт, который предполагает такой себе аналог браков между людьми одного пола. То есть это не брак в том смысле, который понимается сейчас в законодательстве. Поскольку есть у этой части общества, которая поддерживает эту идею, есть понимание, что семейный кодекс сейчас не изменить. И браки между однополыми парами не пройдет этот вариант. Вот находят альтернативные варианты. И здесь хочу сразу сказать, я не выступаю против этого законопроекта, там в целом, да, против самой идеи. Пожалуйста, вопросов нет. Это личное дело каждого, мы туда не вмешиваемся. Вопрос для нас в том, как эта идея будет подаваться в школе, да. Как мы будем детей воспитывать. И, безусловно, сложный вопрос. Почему я эти две петиции связываю? Ну, они, во-первых, в одно время, примерно в одно время набрали голоса. И вот здесь, если посмотреть, кто же подал эту петицию, то можно найти в том числе вот такой экспертный ресурс, гендер в деталях. И если мы посмотрим предыдущую петицию, то ее тоже подал одним из инициаторов этого, есть вот этот же экспертный ресурс. То есть, мы видим, что это один и тот же ресурс. Одни и те же люди поддерживают взаимосвязанные идеи. А что это значит? Это значит, что в дальнейшем эти люди, это сообщество будет влиять на ту программу, по которой будет проводиться вот это половое воспитание в школе. А это значит, что туда могут попасть те вещи, которые, ну, большинству, возможно, не хотелось бы, чтобы попадали. И здесь я абсолютно не имею в виду вопрос информирования школьников о том, что есть люди с разной сексуальной ориентацией. Чего мы здесь больше всего боимся? Пропаганды. Конечно же пропаганды. Потому что мы прекрасно понимаем, что среди любой группы людей есть не очень адекватные люди с неправильным восприятием мира. И, естественно, среди ЛГБТ сообщества тоже встречаются такие люди. И если вот эти люди окажутся, что они будут влиять на программу, то мы можем найти там очень плохие вещи. Ужасные вещи могут оказаться в этой программе. Повторюсь, абсолютно я не против того, чтобы школьники получали информацию о том, что есть ЛГБТ сообщества, да, есть разные у нас гендеры и прочие там, квир-теории и прочие истории. Их нужно информировать об этом, да, чтобы они понимали вообще, ну, как мир устроят. Но вот чего я опасаюсь, еще раз повторюсь, это пропаганды. Потому что, к сожалению, в последнее время у нас вот эта идея про нетрадиционные сексуальные отношения, да, про нетрадиционную сексуальную ориентацию, она вот, ну вот как-то ее распространяют везде и всюду. Какое-то кино не включишь, там через 10 минут тебе обязательно покажут соответствующие однополые отношения. И вот это, конечно, есть, ну, достаточно такой вещью, которая, ну, вот на мое мнение, не совсем правильно. Безусловно, этих людей мы должны защищать, права этих людей защищать, информировать о том, что эти люди есть, да. Это абсолютно нормальные люди, ничего здесь такого какого-то выходящего из нет. Но самое главное, чтобы это все не превратилось в пропаганду. Поэтому, дорогие родители, те, у кого дети уже учатся в школу, либо там в ближайший год пойдут в школу, обращайте на это внимание, смотрите, что будут включать в программу. Я надеюсь, что программа по такому вопросу будет вынесена на общественное обсуждение, и вы сможете каким-то образом через те же самые петиции влиять на то, что будет в этих программах. Отслеживайте этот вопрос и влияйте на него. Если вы считаете, что данное видео содержит полезную информацию, поставьте ему лайк, поделитесь в соцсетях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.